А что после ММА? Да в любую можно. Ну можно бизнесом заняться. То есть вы не исключаете, что после ММА, когда все закончится, пойдете в бизнес? Конечно. Зарабатывать деньги. Потянете? Легко. Почему, если другие делают, почему я не смогу? Ну потому что бизнесмены такие нужно качества иметь, в общем-то говоря, не так просто заниматься бизнесом. Я знаю. Уже занимаетесь? Конечно. Или занимаетесь? Давай следующий вопрос. Александр. Так. Ну хорошо, по поводу бизнеса. Что не хватает в России? Что бы вы хотели изменить? В России ничего не хотел бы менять. В России все есть. Всего с излишком, все предостаточно. Что не хватает нынешней власти? Чтобы люди наконец-таки сказали, как прекрасно в нашей стране жить? Власти что не хватает? Ну, не всем, но определенным людям, которые находятся не на том месте, на котором они находятся. А менять не на кого. Вот и приходится. С такими работать, которым там делать нечего. не каждый ответственно подходит к своему занимаемому месту, к своей должности. В какой-то момент может быть и ответственно правильно, но потом где-то что-то портит, где-то что-то ломает, где-то что-то искушает. А вы бы могли пойти в политику? Я и так, в политике, но только я не политик. Видите, ну, я выступаю на соревнованиях, сколько людей смотрят, сколько вот им делаю, но только что вот не по чьим-то флагам. Ну и все. Какая духовная болезнь самая опасная для России? Гордыня, наверное. Не знаю. Ну, обычная. Чтобы у нас не возгордились, как обычно. Народ, да. Да. А как вы определяете понятие нравственности? Вот мы в предыдущем нашем интервью вы сказали, точнее, я привела Собчак, который говорит о том, что голубки – это хорошо, а вы говорите, что это болото говна. Вот смотрите, смотрит, к примеру, для меня это все понятно. Смотрит, к примеру, у вас 15-летний парень. И вот он думает, а кому верить? Собчак или Емельяненко? Вот где вот эта правда? Где эта правда? Кому верить? Вам или Собчак? Пускай Библию возьмет, Новый Завет прочтет и поймет, кому верить, кого слушать. Ни мне, ни ей не надо верить. Там он найдет и нравственность, и что делать, и как делать. Понятно, что не получится всецело и полностью соответствовать написанному, но будет понятие и возможность, чтобы сделать что-то хорошее и выбрать, что есть хорошо, что плохо. Вот и все. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!